МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже с июля этого года в Ставропольском крае началась масштабная замена лифтов в многоквартирных домах. По официальным данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона, в рамках программы капремонта планируется обновить 213 подъемников в этом году, а в следующем еще 449. Вы смотрите программу «Прямой эфир» на СВМ-ТВ. Меня зовут Александр Бакалюк. Добрый вечер. Подробнее о самой программе капитального ремонта, о том, что еще планируется в ее рамках, и как скоро у вас в домах появятся новые лифты, поговорим сегодня с нашими гостями. Это Ирина Сергеевна Козлова, начальник отдела содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Министерства ЖКХ Ставропольского края. И Алексей Андреевич Хомяк, начальник технического заказчика фонда капитального ремонта Ставропольского края. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и прежде чем мы начнем наш с вами диалог, я напоминаю нашим телезрителям, что у нас по-прежнему работает горячая линия, дозвонившись по которой, вы сможете задать любой интересующий вас вопрос по нашей теме сегодня. Капитальный ремонт, замена лифтов. Мы подробно постараемся вам на них ответить. Номер 333-020, код города 8652. Ну а если вы не дозвонитесь или вам будет так удобнее, пишите в наши мессенджеры. Это WhatsApp и Viber. Номер телефона вы видите на своих экранах. Мы также постараемся ответить на все интересующие вас вопросы. Ну что ж, замена лифтов. Очень, наверное, радостное событие для многих жителей многоквартирных домов, потому что действительно очень большой процент из них обветшал, испортился и постоянные поломки наверняка. И привели к тому, чтобы менять лифты в домах. Вообще откуда это планово, так скажем, по программе капремонта мероприятия или же все-таки нет? Дело в том, что вообще в региональную программу включено более 4000 подъемников. И уже некоторые из них пришли в негодность. У нас есть технический регламент. Более 4000 по всему краю всего в региональную программу включены, да. У нас есть технический регламент таможенного союза, который называется «Безопасность лифтов». В соответствии с ним лифты должны быть приведены в соответствии к февралю 2020 года. У нас есть на территории края как раз-таки 660 лифтов мы выявили. 662, если быть точнее. Те, которые подлежат замене как раз-таки до февраля 2020 года, либо они будут выведены из эксплуатации. Таким образом, сроки по этим лифтам были перенесены на более ранние. Почему? И назвали эту программу как ускоренная замена лифтов. То есть предполагалось, что она будет позже? Да, соответственно, был проведен дополнительный мониторинг органами местного самоуправления и перенесены сроки в региональной программе. То есть мы выяснили, что сейчас в крае более 4000 лифтов, из них в непригодном состоянии более 600. Да, все верно. Вообще, как проводился этот мониторинг и как выясняли, что лифты в непригодном состоянии? Это были какие-то спецкомиссии, может быть, кстати говоря, вопрос к фонду капитального ремонта. Как выяснили, как тросы, я не знаю, это были обращения жильцов, какие-то проблемы и постоянные жалобы? Смотрите, у любого лифтового оборудования срок службы 25 лет. Управляющая компания нанимает организацию, которая обслуживает эти лифтовые оборудования. Они по истечении 25 лет имеют право еще на определенный срок продлевать срок службы лифта в зависимости от его технического состояния. На сегодняшний момент вот эти около 600 лифтов невозможно дальше продлевать срок эксплуатации по причине того, что уже невозможно это сделать. Поэтому управляющие компании и направили информацию о необходимости в срочном порядке заменить это лифтовое оборудование. Программа уже начала действовать. Да, то есть непосредственно мониторинг технического состояния многоквартирных домов осуществляют органы местного самоуправления. Они собирают информацию от управляющих организаций и передают ее уже непосредственно в министерство. Да, она отрабатывалась соответственно с Ростехнадзором, проверялась и таким образом уже сформировался определенный перечень. Долго вы все это делали, собирали? Эта работа проводилась с августа 2018 года. И уже в январе у нас была актуализирована региональная программа. Программа, я так понимаю, осуществляется уже две недели. Сегодня 16 июля. И уже, если честно, я в некоторых домах, многоквартирных, где там живут родственники, друзья, вижу вот эти большие ящики с привезенными новыми лифтами. Как реагируют жители на то, что меняют лифты? Рады, не рады? С чем вы сталкиваетесь? Может быть, какие-то есть кардинальные интересные ситуации по замене лифтов? Ну, вот в этом ключе. Смотрите, на сегодняшний момент в городе Ставрополь в этом году планируется замена 106 лифтов. Только в Ставрополе? Только в Ставрополе. Всего по краю 235 лифтовых оборудований. Уже на сегодняшний момент заключены договоры и приступили подрядные организации к замене лифтового оборудования в 12 многоквартирных домах 27 лифтов. Сейчас у нас уже прошли демонтажные работы по части и уже происходит установка нового лифтового оборудования. Собственники реагируют некоторые положительно, некоторые отрицательно, в зависимости от того, что многим доставляет небольшой дискомфорт, что они привыкли все-таки подниматься на лифте, на лифту вверх, а им сейчас приходится подниматься пешком. Но в основном все собственники за то, что заменять нужно данное оборудование. Лифты те старые пришли уже в негодность, у них внешний вид уже не тот, технические характеристики тоже не соответствуют. На сегодняшний момент мы устанавливаем лифты с большей скоростью движения, также они плавно опускаются, плавно останавливаются. Грузоподъемность лифтов также увеличилась. Раньше лифты были грузоподъемностью 320 кг, на сегодняшний момент 400 кг. И скорость раньше была 0,7 метра в секунду, сейчас лифты будут уже стоять со скоростью 1 метр в секунду. Ну, в общем, если кто-то торопится попасть домой, побыстрее можно будет попасть домой. Да. Потому что, если честно, я сама сталкивалась с той проблемой, вот даже новый дом, как бы, да, а лифт едет со скоростью, там, я не знаю, черепахи, и поднимается на, там, 13-14 этаж минуты 2. Ты стоишь же в этом лифте и думаешь, да когда же я попаду домой. Скажите, а вот новые лифты, которые, вообще, какой период должен быть реализации данной программы? Вот, хорошо, возьмем один дом. Сколько в нем должны люди мучиться подниматься на последние этажи пешком? Срок выполнения по замене лифтового оборудования у нас по каждому дому составляет 2 месяца. В течение 2 месяцев подрядная организация будет полностью демонтирован лифт, установлен новое лифтовое оборудование, проведены работы по отделке, также испытания лифта и сданы его уже в управляющую компанию для дальнейшей эксплуатации. Старые лифты должны быть сданы? Нет, новые. Старые лифты мы передаем собственникам многоквартирного дома, чтобы они уже могли дальше распоряжаться этим имуществом. Ну, а старые, я так понимаю, к утилизации? Да. Вот вместе с, наверняка с этой реформой поднялся и тариф. И он, причем, дифференцируется. Дома, которые без лифтов и дома, которые с лифтами, платят разный тариф. И вот я записала, 8 рублей 63 копейки. Размер взноса это составляет на квадратный метр у людей, у которых нет лифтов в домах. А для домов с ними 9 рублей 63 копейки за квадратный метр. Чем это вообще обусловлено? Почему? Да, понятно, рубль. Но если мы говорим о больших суммах, суммы довольно значительны. Да, смотрите. Вообще методика по установлению минимального размера взноса на капитальный ремонт позволяет устанавливать дифференцированный. Но впервые в 2019 году мы прибегли к этому дифференцированному взносу. То есть это абробировано было только вот сейчас? Это впервые, да. Потому что до 2019 года у нас взнос был единый для всех собственников, для всех многоквартирных домов. Но в связи как раз таки с этой ускоренной заменой, в связи с необходимостью увеличения поступления взносов, мы ввели дифференцированный взнос. И на самом деле, конечно, это логично, потому что мы понимаем, что совокупная стоимость работ в доме, где есть лифт, естественно, выше, чем в доме, в котором лифта нет. То есть теперь чисто технически и практически люди, которые живут в домах с лифтами, понимают, что их тарифы и платежки увеличились за счет замены лифтов, лифтового оборудования. Их, да, их в любом случае будут менять. Тариф понизится или он останется таким же после замены, когда все уже стабилизируется? Смотрите, вообще у нас с 2014 года должен был быть установлен тариф в размере 11 рублей 55 копеек. Для всех? Экономически обоснованный, да, он был. Но установлен был 5 рублей менее экономически обоснованного. Соответственно, потом был установлен 6,36, 7,11, то есть с условием поэтапного увеличения. Поэтому мы понимаем, что будет происходить поэтапное увеличение тарифа каждым годом. Скорее всего, будет так. Сколько вот вообще будет стоить программа? Она предполагает, ну, почти там полтора года. Получается, если в феврале 2020 года она должна быть закончена, ну, полтора года. Сколько вообще денег уйдет на замену лифтов в Край? В настоящее время это миллиард 150, вот мы рассчитали. Сколько стоит лифтов? Стоимость лифта на сегодняшний момент варьируется от 2 миллионов 300 тысяч до 2,5 миллионов рублей. А откуда вообще были выделены деньги? Они были выделены нашим государством или же все-таки источники финансирования были и другие? Исключительно это взносы собственников. Именно поэтому и введен дифференцированный взнос. Именно поэтому и происходит повышение тарифа, потому что это только за счет взносов. И как раз-таки сейчас мы с фондом очень долго обсуждали финансовую модель, как нам лучше производить оплату за лифты. И решили условием договора сделать как раз-таки рассрочку оплаты на 48 месяцев. Это очень важно. То есть за те установленные лифты региональный оператор, фонд капитального ремонта, будет расплачиваться с подрядчиками в течение 4 лет. Сейчас они делают, оплату они будут получать постепенно. То есть фактически то, что в домах меняют лифты, это никаким образом не чужие деньги, это деньги собственников жилья в этих же домах, и они абсолютно законные, абсолютно прямо меняют сами себе лифты, номинально. Ну да, все правильно. А вот, допустим, есть управляющая компания. На балансе управляющей компании может быть капитал жильцов дома. Но некоторые жильцы сейчас хранят свои накопления и в банках. Как-то вот влияет разность хранения денег? Вы имеете в виду формирование фонда капитального ремонта на счете рекоператора и на специальном счете? Да. Как-то оно влияет на вот... Да, конечно. Смотрите, у нас сейчас вот в 2019 году, то есть мы ускоренную замену планировали на 19-20 годы. На 19-й год мы не зря запланировали только замену лифтов в тех домах, которые формируют свои фонды капитального ремонта на счете регионального оператора. Потому что этим собственникам ни о чем не нужно беспокоиться, и, так сказать, голова у них болеть ни о чем не будет. Потому что все работы организует фонд капитального ремонта за счет того минимального взноса, который собственники платят. Если же собственники формируют фонд капитального ремонта на специальном счете, мы эти дома отодвинули уже на 20-й год с тем умыслом, чтобы у людей была возможность все-таки определиться с источником финансирования. Все-таки решить, за счет чего они будут оплачивать эти работы. То есть у них есть накопленные средства. Они могут увеличить взнос, они могут взять кредит, либо они могут все-таки перейти к региональному оператору, уже по доброй воле, так сказать, и чтобы он выполнял все работы. Ну вот мы заговорили о кредитах. Я думаю, что к этому вопросу мы вернемся во второй части нашей программы. А сейчас я предлагаю прерваться на короткую рекламную паузу, после которой мы продолжим разговор о замене лифтов в многоквартирных домах по программе капитального ремонта. Продолжаем прямой эфир на своем ТВ. Продолжаем говорить о замене лифтов в многоквартирных домах с нашими гостями сегодня. Итак, продолжим. Кредиты. Теперь появилась такая возможность у жителей домов брать, если у них не хватает накоплений в доме, то можно взять лифт в кредит. Вот как вообще осуществляется такая возможность? Реализуется, куда идти, кто должен обращаться за этими кредитами? Вот если можно, вот прям вот в систему эту по полочкам давайте разложим для наших жителей, чтобы им было понятно. Прежде всего, хотелось бы сказать, что у нас в Ставропольском крае кредитования капитального ремонта еще таких мероприятий не было, скажем так. Нет, кредитов на это люди не брали. Но, однако, очень активно кредитуются ТСЖ в Ростовской области. Вот если говорить о наших ближних соседях, это Ростовская область, они очень активно участвуют в кредитовании. Притом, у нас как раз таки на территории края действуют банки, которые выдают кредиты ТСЖ и управляющим компаниям. Это какие-то отдельные банки? Что очень важно, потому что не везде они действуют. Скажем так, очень неплохо было бы этим воспользоваться. Притом, к тому же, очень хочется отметить, что сейчас, в феврале этого года, были внесены изменения в постановление 18 о предоставлении государственной поддержки за счет государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ. Ранее они уже предоставляли господдержку на капитальный ремонт, но действие постановления было приостановлено. И вот с февраля возобновлено. И как раз таки они предоставляют государственную поддержку на возмещение части процентов по кредиту. Таким образом, банк предоставляет кредит под 11% годовых. И Фонд содействия возмещает ключевую ставку рефинансирования, то есть ставку Центрального банка. И она составляет 7,50% на сегодняшний день. Таким образом, на собственников вложится только основной долг, выплата основного долга и 3,50%. Ну, то есть мы понимаем, что таких кредитов как бы нигде нет. Да, да. Поэтому это очень выгодно. Это действительно выгодно условиям. Это очень выгодно. Собственники могут не переходить к региональному оператору. Они могут оставаться на специальном счете, сами выполнять работы, также копить денежки, выплачивать и выполнять далее по плану уже следующие виды работы. Ну, хорошо. Вот, допустим, да, физлицо может прийти в банк и взять кредит на себя. Что говорить о доме? Как дом оформляется под кредит? ТСЖ. То есть ТСЖ берет на себя кредит, как на организацию. И жители дома, которому они прикреплены, получается, платят этот кредит. Да, правильно. Из чего собирается сумма кредита? Это точно такие же платежные какие-то моменты? Это включается в квартплату? Смотрите, прежде всего хочется сказать, что это будет во взносе на капитальный ремонт. То есть это никакая не дополнительная плата. Для того, чтобы получить кредит, собственник, председатель ТСЖ приходит в банк и говорит, у меня на счете есть вот такая сумма. Для того, чтобы выполнить ремонт, замену лифтов, мне нужна вот такая. Таким образом, они считают с банковскими специалистами, какой взнос необходимо установить собственников в соответствии с площадью жилых-нежилых помещений в многоквартирном доме. И таким образом за 5 лет они расплачиваются за кредит. То есть если сейчас мы понимаем, что взнос для многоквартирных домов с лифтами будет составлять 9,63, то, ну, может быть, он будет 10 рублей, чтобы гасить кредит, скажем так, в течение 5 лет, чтобы смогли собственники погасить кредит. Ну, то есть все это нужно будет рассчитывать уже непосредственно в отношении каждого многоквартирного дома. И есть ли какие-то риски? Как раз-таки собственники рисков вообще не несут. Не несут. Нет. Очень важно, что кредитование ТСЖ даже и не требует никакого залога. Вот мы заговорили о кредитах. У нас сейчас на горячей нашей линии Федоренко Виктор Владимирович, управляющий ТСЖ «Виктория» в городе Пятигорске. И он как раз-таки первым в крае заключил договор о привлечении банковских средств на замену трех лифтов. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, Виктор Владимирович. Ну, поделитесь своим опытом, расскажите нам, как это было. Почему именно три лифта? И вообще, как вы к этому пришли? Как вы поняли, что это можно делать? Скажем так, что в рамках замены лифтов программы 2020-2022 года, лифты, которые отработались выше 30 лет, подлежат Зангине. Наш дом попал, скажем так, в том, что у них эксплуатация лифтов уже более 32 лет. Они попадают в план замены. Для этого мы провели с собственниками общее собрание, где собственникам было предложено решение произвести коментальный ремонт по замене лифтов с привлечением кредитных средств. Встречались с руководством банком предварительно, которые расчеты нам произвели, сколько будут собственники платить, если мы будем брать кредит. Нашли подрядную организацию, которая способна заменить нам лифты и не только произвести замену лифтов, но составить всю проектно-сместную документацию и передать в технадзор. То есть от начала до конца на себя эту услугу берет подрядная организация. Мы такую компанию нашли в городе Ставрополь. Называется «Общество с ограниченной ответственностью Александрит Лифт». Стоимость их услуг по замене лифтов составляет 4 миллиона 692 тысячи 900 рублей. Это довольно-таки выгодные условия. С учетом того, что мы берем кредит в банке, инвестбанк, под 11%. И в соответствии с новыми требованиями, положением фонд содействия реформирования ЖКХ ежеквартально возмечает собственникам жилья на специальный счет 7,75%. Это зависит от ключевой ставки Центробанка. На сегодняшний день это 7,75%. Кроме всего, по истечении года, если эффективность работы этих лифтов будет выше 10%, ЦСЖ может обратиться опять же в фонд содействия реформирования ЖКХ о возмещении денежных средств до 80%, но не более 5 миллионов. Когда вот это мы все собственникам изложили и посчитали, что если собственники сегодня начнут замену лифтов, то они будут платить 18 рублей 14 копеек квадратного метра. И если мы будем получать возмещение процентов и по истечении года будем принесем предложение о возмещении части расходов на капитальный ремонт, то собственники рассчитаются с кредитом за 3 года 9 месяцев. После чего собственники принимают решение о так называемых каникулах на взнос и на капитальный ремонт. Конечно, можно понять сразу, что все-таки для собственников разной категории, особенно это касается пенсионного возраста, инвалидов, что на них все-таки ставка 18 рублей 14 копеек, это, как честно, большая. По сравнению с тем, что с 1 июля минимальный взнос на капитальный ремонт установлен 9,63. Но учитывая то, что собственники не будут ждать, когда заменят лифты или не перейдут к региональному оператору, чтобы они заменили лифты, они уже сейчас будут пользоваться новыми лифтами и накапливать деньги для того, чтобы рассчитаться с банком. И у них есть возможность, то, что через некоторое определенное время, я уже вам говорил, через 3 года 9 месяцев, собственники могут приметь решение, и у них наступят каникулы под взносом на капитальный ремонт. На сегодняшний день мы кредитные средства получили, мы оплатили 30% стоимости этих лифтов подрядную организацию Александритлиф. Мы оплатили всего 1,407,000 из общей стоимости этих лифтов. Дальше подрядная организация заказывает лифт, и мы получаем. Ну да, нужно еще учесть, почему говорят, вы слишком быстро берете, пытаетесь взять кредит. Вы поймите правильно, что сейчас замена лифтов не только в Ставропольском крае, по всей стране. И если раньше заводы-изготовители лифта предлагали нам приобрести у них лифт со строчкой платежей, то сейчас, чтобы заказать лифт, необходимо ждать 2, а то и 3 месяца. А на следующий год, соответственно, потребность лифта еще возрастет, но, соответственно, возрастет и цена. Поэтому, собственно, и правильно решили, что им не надо дожидаться 2020 года, 2022 года, когда будут уже категорически конкретно принять меры постановки лифтов. Необходимо производить замену лифта сейчас, оно обойдется им дешевле. Учитывая, что есть еще и компенсация расходов, учитывая то, что можно потом обратиться в фонд содействия реформирования ЖКХ, об размещении расходов на капитальный ремонт, ну, это все нужно доводить собственникам, чтобы они правильно это понимали. Ведь не все слова кредит, в основном для всех собственников, у них сразу понятие, что мы вот и квартира обременена кредитом, и мы ничего, квартиру продать не можем. Все это неправильно. Собственники принимают решение только об установлении взноса, превышающий минимальный взнос на капитальный ремонт. В данном случае, в этом ТСЖ, взнос на капитальный ремонт принят 18 рублей 14 копеек. Поэтому мы уже начали работать по этой программе. Виктор Владимирович, ну вот, пользуясь случаем, не могу не спросить, вообще, в принципе, с вот такой, я бы даже сказала, лифтовой реформой, как обстоит дело вообще в столице СКФУ? Вот, может быть, знаете, как дела у ваших коллег? Началась ли действительно масштабная замена лифтов в городе? Вы знаете, я вам скажу, что у нас очень мало домов, которые оборудованы лифтами, и которые попадают под рамк замены лифтов 2020-2022 года. Порядка 8 домов многоквартирных, которые копят денежные средства на своем специальном счете. Остальные дома, они относятся к региональному оператору. Конечно, они вот с этой проблемой не сталкиваются. Почему? Потому что региональный оператор, он не будет совершать минимальный взнос капитального ремонта, а за счет своих денежных средств произведет замену этих лифтов. Но здесь многоквартирные дома, которые аккумулируют свои денежные средства на капитальный ремонт на специальном счете, они точно так же по нашим, так сказать, стопам продвигаются и решают вопрос с бабком о привлечении кредитных средств. Я знаю, что у нас сейчас два дома готовы подать заявку, вернее, уже готовы подать заявку на проведение этих лифтов с привлечением кредитных средств. Поэтому эта работа проводится. Спасибо вам большое. Понятно, что этих ситуаций не надо. Спасибо вам большое. Спасибо, что присоединились к прямому эфиру сегодня. Удачи вам с заменой лифтов дальше. Но у меня прям назрел вопрос, исходя из того, что я услышала, Ирина Сергеевна, к вам. О чем говорит Виктор Владимирович, он сказал, что со временем цена на лифты возрастет. Вот если сейчас люди берут быстренько кредиты и это все дешевле стоит, а почему со временем поднимутся? Ну, уровень инфляции влияет на стоимость. И количество желающих поменять лифты? Конечно, да. Спрос рождает предложение, поэтому, конечно, цена лифтов увеличивается. И, кстати, я хочу сказать, что даже, наверное, до ускоренной замены лифты стоили дешевле, нежели когда это уже массово началось по всей стране. Интересно. Так, давайте теперь о технических характеристиках лифтов, которые устанавливаются. Вообще, в Крае несколько подрядчиков, которые и делают замену лифтов, и производители. Что за фирмы вообще поставляют лифты сюда, в Край? Смотрите, на сегодняшний момент у нас произошли уже, прошли конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций. У нас участвуют подрядные организации, которые были ранее, прошли аккредитацию в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, то, что они являются добросовестными подрядчиками. И только исходя из этого мы уже выбирали из них, какие у нас подрядчики приступят к работе. Подрядчики у нас выигрывают и поставляют оборудование разных заводов, которые у нас существуют сегодня в Российской Федерации. На сегодняшний момент по городу Ставрополь будут устанавливаться Могилев лифт, производитель этих лифтов. Подрядная организация, выигравшая конкурс, получается, как уже ранее было озвучено, поставщик, изготовитель предоставил данное лифтовое оборудование в очень короткие сроки. Получается, после того, как подрядчик подписал контракт, через две недели уже лифты были у подъездов собственников. Это очень быстро, исходя из той очереди, которая сейчас на сегодняшний момент в России имеется на поставку данного оборудования на его запрос. Есть очередь. Есть очередь. Потому что не только Ставропольский край занимается заменой лифтового оборудования. Исходя из этого, наши короткие сроки очень даже приятно с собственниками воспринимаются. Потому что два месяца очень быстренько проходит эта замена. И буквально уже к ноябрю месяцу по всему краю у нас планируется, что будут заменены все 235 лифтов. Теперь о технических характеристиках этих подъемников. Аварийность, ну понятно, была вызвана у старых лифтов их изношенностью. Вот чего ждать, кроме скорости и грузоподъема, что еще нового, возможно, появится лифта. Есть в некоторых домах и музыкальные лифты, допустим. Ну, это не входит в обязательную перечень лифтового оборудования и его комплектации, которые возможны для установки. У нас будет установлена полностью новая система в машинном отделении, которая запускает лифты плавно. Останавливаются они тоже плавно. Уже не будет таких резких рывков. Также у нас при производстве работы частично или по необходимости заменяются направляющие. Это получается, если лифт раньше ехал и дребезжал, то после капитального ремонта данная ситуация не будет возникать. А лифты будут четко, верно, спокойно подниматься вверх, либо опускаться. Установлена будет также диспетчеризация. Спокойно в любых ситуациях, если будет происходить при отключении системы электроснабжения, вы сможете связаться с диспетчером, который направит к вам уже группу, которая сможет вас оттуда достать и вызволить. А есть ли лифты, которые автономно работают по электричеству и даже вне зависимости от того, выключили или свет в доме, они продолжат работать? Или еще технологии до такого не дошли? На сегодняшний момент у нас таких лифтов нет. Жаль, очень жаль. Очень страшно застревать в лифте, честно сказать. В то же самое время у нас лифты новые оборудованы многими степенем защиты. Если все-таки произойдет какая-нибудь ситуация, лифты автоматически просто-напросто зависнут на направляющих, и они никогда не упадут вниз. Не упадут? Да. То есть они намного безопаснее с помощью системы? Намного безопаснее. Очень много систем безопасности с точки зрения электроники срабатывает, и лифт просто останавливается. Я так понимаю, систему безопасности устанавливают непосредственно на заправе? Да. А вот после того, как установят все лифты до 2020 года, их поменяют, как будут дальше наблюдать за их состоянием? Это, наверное, тоже вопрос. К вам, правильно? Смотрите, после того, как мы заменили лифты, мы дальше передаем уже новый лифт, дальше управляющей компании, которая в свою очередь заключает договор с обслуживающей организацией, и обслуживающая организация продолжает уже обслуживать не старый лифт, а уже новый. С теми же самыми требованиями, которые необходимы для этого лифта, установленного заново. Ну, в общем-то, я думаю, что с лифтами мы разобрались, я думаю, у нас остается не так много времени, и не могу не спросить вообще, как продолжается капитальный ремонт в нашем регионе. Воспользуясь случаем вообще, на самом деле, идем ли мы по планам, по всем срокам, как реагируют люди, радуются, не радуются, какие сложности вызывает программа. Вот у нас уже 5 лет существует, с 2014 года. Как сейчас? Как дела? Вот просто как дела у программы? На сегодняшний момент программа капитального ремонта у нас в полном разгаре. Сейчас лето. Основные все работы у нас уже идут полным ходом. Уже на 2019 год мы начали приемки по многим домам. Уже выполнены те работы, которые планировались в 2019 году. Вот собственники... Все? Не все. Часть. Уже начали приемку тех конструктивов, которые у нас уже выполнены подрядчиками. Собственники в основном рады, что пришел капитальный ремонт, потому что в течение 50 лет по многим домам никакие работы, кроме как поддержания целостности дома, не производились. Все понимают это. Бывают спорные ситуации, потому что мы все-таки ремонтируем только общее имущество многоквартирного дома, а многие собственники хотят, чтобы выполнялось и их личное еще имущество. Ну понятно, да. К сожалению, бывают проблемы с предоставлением доступа к общему имуществу, когда... Кто-то отказывается, да? Да знаете, очень часто происходят ситуации, когда закладывают красивым кафелем себе ванные комнаты. И не дают самости. А потом приходится, да. То есть, ну, к сожалению, все собственники должны понимать, что они должны предоставлять доступ к общему имуществу. Вот, кстати говоря, возвращаясь к этой теме, совсем недавно тоже у знакомых возникла такая проблема. Менялись стояк в доме, и вот один собственник не открыл квартиру. Вот как действовать в этих случаях? Прокуратура? А где допуска составляется? Ну, мы со своей стороны все-таки побуждаем собственников переговорить с данным собственникам, потому что единственное, самое скорое время воздействия, это чтобы соседи надавили на своего соседа. Но в то же самое время, если собственник все-таки кардинально отказывается в доступе, мы составляем акт комиссионной отказа в доступе, в котором мы фиксируем то, что не допустили к выполнению работ, и этот собственник в дальнейшем несет полную ответственность за тот участок трубы, который находится в его квартире. Следовательно, в случае возникновения какой-нибудь ситуации, порыва трубы, он будет нести ответственность перед теми соседями, которых он затопил. То есть, если прорвет и всех затопит, то он будет оплачивать ремонт. И непосредственно выгоднее открывать свои двери. По поводу капитального ремонта. Сколько вообще домов подверглись капитальному ремонту на сегодняшний день? По крайней мере. Есть такая цифра? Наверняка. Есть, конечно. Но сейчас уже эта цифра превышает полторы тысячи. Да. То есть, мы уже подходим к двум тысячам. В 2019 году мы достигнем двух тысяч отремонтированных накоквартирных домов. По плану так. Есть какой-то конечный срок выполнения капремонта? Программы всей? Ну, непосредственно программа у нас запланирована до 2043 года. Да. А вообще, давайте напомним порядок. Может быть, те, кто нас смотрят, до сих пор не знают, что можно отремонтировать свой дом, по всем фронтам и подъезда, и крыши, и трубы. Что нужно для того, чтобы элементарно сделать ремонт в своем доме? Прийти в Министерство ЖКХ или можно заполнить какие-то документы? Прежде всего, нужно посмотреть региональную программу. На какой срок запланирован ремонт и непосредственные виды работ в вашем многоквартирном доме. Эта региональная программа размещена у нас на сайте правительства, на сайте ЖКХ. Также можно зайти на сайт фонда капитального ремонта. Там есть ссылка «Найти свой дом». Можно вбить адрес дома и посмотреть сроки по работам. И таким образом уже оценивать ситуацию. Вообще, конечно, сроки у нас регулируют органы местного самоуправления. То есть как раз-таки мониторинг технического состояния. С ними мы уже в дальнейшем работаем. О том, что какой-то дом, может быть, они говорят, что вот он пока не нуждается в ремонте. Давайте мы его передвинем на более поздний срок. Люди там не хотят ремонта, потому что такие ситуации тоже бывают. А вот этот дом давайте передвинем на более ранний. То есть это тоже случается. Поэтому в этом случае необходимо обращаться в администрацию непосредственно. Даже так? Да. Ну что ж, я думаю, что мы сегодня с вами обсудили все и в большом количестве. Я думаю, что наши телезрители услышали о замене лифтового оборудования. И, наконец-то, в их домах будет качественное и безопасное лифтооборудование. И я думаю, что мы напомнили нашим телезрителям о том, что такое программа капитального ремонта и как она работает и действует. Ну и если у вас приходит срок ремонта вашего дома, то если еще и в нем есть лифт, то вообще замечательно. Все и сразу вам поменяют. И вы будете, я думаю, счастливы и довольны. Спасибо вам за то, что вы к нам сегодня пришли. Так подробно все рассказали. Ну а я напоминаю нашим телезрителям, что прямой фирм каждый день выходит в 18.30. Здесь мы обсуждаем самые актуальные и злободневные проблемы ежедневно в 18.30. Оставайтесь на своем. В студии была Александра Бакалюк. И до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok